Привет, мои хорошие! В связи с тем, что у меня много новых подписчиков, давайте чуть-чуть о себе, а потом то, что я вам хотела рассказать. Меня зовут Инна Шварцман. Я 9 лет уже занимаюсь куклами. Кукол люблю разных, делаю разных и делюсь своим опытом, своими наработками. И провожу мастер-классы, и организовываю выставки теперь, и учу вас делать кукол. Я хочу, чтобы уровень мастерства кукольного в мире рос, и чтобы мы окружали себя красотой и делились красотой той, которая есть в нас с окружающим миром. И сегодня я хочу вам рассказать про то, как рисовать нижние реснички, потому что мы верхние реснички, как правило, кукол клеим, а нижние рисуем, потому что у нас нижние реснички растут не из самого глаза, и если верхние можно приклеить, и там будет все красиво и нарядно, то нижние нужно нарисовать. Но нарисовать нам есть тоже свои тонкости, на что обратить внимание, сейчас я вам расскажу. Давайте сейчас немножко поговорим про глаза. Если вы делаете у кукол рисованные глаза, вот у нас есть глаз. Глаз обычно у нас идет по направлению, где-то если вот нос, вот отсюда нос, вот идет глаз, нижний, внутренний угол глаза чуть-чуть ниже, чем наружный, то есть вот у нас так обычно немножко небольшой наклон должен быть. Ну, конечно, это все индивидуально, если вы там грустную куклу рисуете, или что-то там этого учитываете. То есть вот у нас идет линия глаза, и размер глаза, предположим, такой. Условно мы делим глаз на три равные части. У нас есть раз, два, три части. Верхняя линия глаза и верхняя самая высокая точка глаза на первой трети. Здесь. Нижняя вот здесь, то есть на второй трети. Вот это приблизительно правильная форма глаза. То есть не по центру, не круглый глаз, а вот такая. Здесь у нас идет маленький слезнячок, и потом идет небольшой слой видимой слизистой оболочки нижнего века. Верхняя мы не видим. И как бы сразу растут ресницы. Вот так. Поэтому мы их, как правило, клеим. А нижние, вот здесь, когда глаз особенно рисованный, и мы здесь рисуем слизистую, слизистую немножко розовую, а затем рисуем реснички. Реснички, как правило, у нас рисованные. И есть у настоящих ресничек своя какая-то характеристика. Они не идут у нас, вот, допустим, нижняя линия глаза, они у нас не идут вот так в ряд. У нас ресницы растут хаотично. Во-первых, они растут в несколько. Как я рисую? Я рисую вначале, как бы, первый ряд ресниц, задавая им направление. Затем второй ряд ресниц. И вот здесь нарисовала, может быть, здесь будет виднее. Они у нас не растут из одного места. Они как бы несколько рядов. И пучками. И где-то они перекрещиваются. Те, которые идут впереди, вот здесь, которые мы видим, когда смотрим прямо, они короче. То есть они не длинные. За счет того, что мы их видим прямо перед собой. А вот эти немножко за счет того, что глаз немного сгибается, они идут уже длиннее. И вот здесь они между собой собираются в небольшие пучки. Вот такие. И как бы перекрещиваются. Тем самым создается впечатление натуральности или живости ресниц. Вот об этом я хотела сказать. Поэтому, когда вы рисуете ресницы, обращайте на это внимание. Ну, может быть, здесь густовато получилось. Чуть-чуть какой-то ежик маленький. Но смысл. Здесь важно понять смысл. Конечно, нужно потренироваться еще. Потренируйтесь сначала на бумаге. Порисуйте на бумаге. Здесь у вас важна еще очень насмотренность. Посмотрите рисунок глаза. Вот рисунок глаза загуглить. И посмотреть, как разные художники рисуют ресницы. Это тоже очень важно. Приблизительно получается. Ну, вот. Такой вот ежик получился у меня. И когда вы рисуете ресницы, берите не одним цветом рисуйте. Рисуйте два цвета минимум. Лучше три цвета берите, рисуйте. Тогда у вас будет как бы объем и живость. Это очень важно. Вот здесь впереди они покороче. А здесь они подлиннее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Продолжение следует...